В Калязине прошел день открытых дверей для студентов колледжа и сориентироваться в выборе будущей работы помогали специалисты Центра занятости населения. Подробности прямо сейчас. Сейчас в городе работают швейные обувные производства предприятия машиностроения пищевой промышленности. Многие из них имеют многолетнюю историю и традиции. Мы рассказываем о ситуации на рынке труда, о ситуации в самом районе, что нового происходит, какие изменения, какие предприятия, какие востребованы профессии, чтобы они имели представление и им легче было адаптироваться на рынке труда. Участниками встречи стали студенты двух Калязинских колледжей имени Полежаева и Педагогического. Первой в этом году поступило 80 новых студентов по специальностям технология машиностроения, страховое дело, сварщик и по программе профессиональной подготовки штукатур. Мастера производственного обучения передают студентам свой опыт, знания, делятся секретами профессий. Я надеюсь, что вы никогда, ни одну секунду не пожалеете о самом первом выборе в своей взрослой жизни, о выборе профессии и выборе учебного заведения. Педагогический колледж выпускает специалистов по дошкольному образованию, преподаванию в начальных классах и физической культуре. Здесь же обучают девушек по дополнительным программам кружевоплетения на коклюшках и росписи по дереву. Одна из главных задач местной власти обеспечить условия для закрепления молодых специалистов на местах, чтобы ребята после получения профессии могли жить и трудиться на своей малой родине, не уезжая в большие города. В это время тема ковидная, проблемы с здравоохранением, не хватает врачей, но особенно не хватает средними медицинских персоналов, медсестер, фельдшеров, медбратов. Это гарантированно будет трудноустроено, будет профессия и будет заработка. Особо, наверное, остальная проблема в сфере строительства, в сфере ЖДХ, в сфере рабочей профессии. Очень востребованы. Всем участникам Дня открытых дверей дали практические советы, рассказали, как заявить о себе на портале Работа в России, правильно составить резюме, а также какие программы есть по получению дополнительных специальностей.